Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Приготовление выпечки начинаем с дрожжей. Высыпаем их в глубокую миску, добавляем 10 граммов сахара и 2 столовые ложки с горкой муки из общих 500 грамм. Размешиваем сухие ингредиенты, добавляя постепенно теплую воду, заранее подогретую, примерно до температуры 38 градусов. Всю воду добавлять не нужно, доводим только до состояния кашица. Немного остаются комочки, не страшно, впоследствии они разойдутся. Оставляем опару на 10-15 минут и за это время у нас должна появиться шапочка, дрожжи станут активные и растворятся. Теперь можно выливать оставшуюся теплую воду, если успела конечно остыть, подогрейте снова. Всыпаем соль, вливаем 5 столовых ложек оливкового масла, именно на нем готовится итальянская фокача. Если вы впервые на нашем канале, то не забудьте подписаться, также поставьте нравится или не нравится, чтобы я смогла оценить, какие вам рецепты более интересны. Поддержите видео комментарием, задавайте вопросы, обязательно всем отвечу! Постепенно всыпаем муку, смешиваем после каждого добавления, замешиваем тесто. Тесто у нас должно получиться липким, к вашему вниманию мука немного может отличаться, также может отличаться ее количество, смотрите по тесту. Немного обминаем и как начнет прилипать, накрываем, ставим в теплое место, конечно же не возле батареи, даем вырасти, оставляя на час. Подготовим форму квадратную или круглую, в моем случае диаметр 28 сантиметров. Слегка смазываем маслом, заранее смешиваем столовую ложку оливкового масла и воду. Спустя час посмотрите, как должно вырасти тесто. Руки смазываем, тесто обминаем, перекладываем его в подготовленную форму. Смачивая руки в воде с маслом, растягиваем тесто по всему диаметру. Кстати, фокаччо бывает разной, тонкой, пышной, без дрожжей и с дрожжами, с разными добавками. Сегодня готовим одну из разновидностей этого хлеба. Тесто прикрываем пищевой пленкой или пакетом, оставляем в тепле еще на 30 минут. К смазанной верхушке теста ничего не прилипло. Пальцами аккуратно прокалываем тесто по всей площади. Смазываем далее обильно оставшимся маслом и водой. Сверху фокаччо присыпаем крупной морской солью. Распределяем иголочки розмарина. Включаем духовку, чтобы она хорошо разогрелась, примерно это займет 7-10 минут и за это время фокаччо еще подрастет. Ставим хлеб в заранее разогретую духовку, температура 220 градусов, время 5 минут. Затем духовку убавляем, температура уже 200 градусов. Выпекаем до золотистой корочки по времени около 25 минут, даем ему остыть и только потом нарезаем. ароматный пышный хлеб, итальянская фокаччо. Воздушное мягкое тесто, мелкопористое и вкусное, сверху хрустящая корочка. Домашний хлеб никогда не сравнится с покупным, готовьте с удовольствием! На этом сегодня все, до новых видео!